Гайвер Ворлд Приветствую всех и вся, Ютуб! В этом видео вы узнаете новые факты и подробности об Аптоме, его историю и способности вплоть до последних глав манги, ну а перед началом ролика прошу поставить лайк видео и подписаться на канал. Наберем больше 500 лайков, новое видео по вселенной Гайвера на канале. В прошлом ролике я говорил, что Аптом после событий на горе Минаками следил за группой Шо и ждал, когда объявится Гайвер-1, который в тот момент формировал тело и форму гигантика на базе Кронос на Мертвом море. В течение того года Кронос не сидел без дела, случился переворот во всем мире. Кронос заявил о себе и захватил власть на всей планете. Неугодное сопротивление было уничтожено, зооноиды и зоолорды стали известны общественности. Весь мировый порядок пал за 17 часов. Аптом же был целью Кроноса. Доктор Балку собственноручно сделал Зекстола потерянным номером, улучшив его, сделав невосприимчивым к поглощению Аптома. При исполненной жажды мести за смерть своих друзей Зекстол выслеживает Аптома и почти убивает его, но внезапно появившийся Гайвер-3 и Гигантик спасают Аптома от неминуемой гибели. Вследствие чего Аптом говорит группе Шо, что они еще встретятся и будут сражаться на одной стороне с Гайвером-1 против Кроноса. После этого события Аптом пересмотрел свои взгляды и стал помогать Гайверу-1 и его друзьям. Еще одним значимым моментом в жизни Аптома был его захват в плен за лордами-предателями Крумегником, Джарвиллом и Кабралханом. Будучи в плену, Аптом был заморожен и парализован. Гайвер-1 и Хаями пришли ему на выручку, но это была ловушка. Зайдя в лабораторию, где был Аптом, его тело моментально стало разрушаться. Небольшой кусочек плоти Аптома смог поглотить близлежащего гиперзоаноида Гастала, который до этого был ранен Шо. Аптом тут же напал на Хаями и Гайвер-1. Оказывается, в теле Гастала был мозг, который специально спроектировали таким образом, чтобы тело Аптома его не отторгло. И Аптом стал подконтролен за лорду Кабралхану. Поглощая всех гиперзоаноидов на своем пути, битва перешла на крышу. Гайвер-1 и Хаями не могли вернуть сознание Аптома, так как Кабрал контролировал его. Хаями пожертвовал собой, дав Кабралу пронзить себя насквозь. Из последних сил Хаями смог заморозить его. Гайвер-1 уничтожает замороженное тело Аптома из Мега-Сокрушителя. Оставшаяся частичка внутри Хаями начала поглощать его и восстанавливать тело Аптома. Восстановившись, Аптом приобрел новую форму, которая называется Омега-Бласт. Добавились новые способности, это невидимость Гастала и заморозка Хаями. В дальнейшем Аптом смог отомстить Кабралу, заморозив его и уничтожив его тело. После этого Аптом окончательно понял, что Шо его друг, и смысл его жизни – это борьба против Кроноса. И вот, пройдя такой большой путь, от антагониста до героя можно с уверенностью сказать, что Аптом – это очень интересный персонаж. Если вы прочтете мангу и посмотрите аниме, вы будете такого же мнения. От истории перейдем к способностям. До сегодняшнего времени Аптом смог обзавестись еще двумя формами, которые очень интересны. Первая – это Омега-Бласт, который он пользуется после смерти Хаями. Добавились способности Биофризера и невидимость. Так называемый режим стелс. Еще одна форма – это Аптион. Аптом и Гайвер-1 сливаются в одно целое. Тело Аптома служит скафандром и защищает Гайвера. В этой форме Гайвер может пользоваться способностями Аптома. Также сила и мощь увеличиваются в несколько раз. Эта форма использовалась для проникновения на базу в Токио. Пока непонятно, пройдет ли такой фокус с Гигантиком. Упомяну я о таком факте, что Аптом не может поглотить Гайвера или Зоорда, так как контрольное устройство и Зоокристалл снабжены защитой от поглощения. В итоге можно сказать, что за всю историю в манге Аптом стал обладать огромным количеством способностей и стал воистину величайшим боевым существом. Отважный боец, преданный друг и худший враг, которого можно себе пожелать. На этом, пожалуй, закончим. Пишите в комментарии свои впечатления от этого персонажа, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Есть желание помочь монеткой? Ссылка в описании. Буду благодарен. Надеюсь, вы узнали что-то новое и интересное. Всем и вся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok